Сегодня на заседании в общественной палате Карачаева-Черкесии обсудили меры поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семей. Говорили о том, насколько важно повысить в молодежной среде прийти службы в армии. Еще большое значение имеет их участие в военно-патриотических организациях. Альбина Ламкова продолжит тему. Тема сегодняшнего заседания в общественной палате республики была значима не только для общественников. Она актуальна и по всей стране. Вопросы СВО и обеспечения их семей стоят в приоритете. Поэтому общественная палата и держит эту тему под контролем. Общественная палата много внимания уделяет данной теме. И мы и собирали, соответственно, средства для семей и военнослужащих, и также, соответственно, средства для непосредственно у нас беженцев, находящихся, выходцев из ДНР, ЛНР. Кроме этого, День матери, члены нашей общественной палаты поздравляли наших мам, которые, соответственно, жен, мам, чьи, соответственно, сейчас дети, мужья находятся и выполняют свой долг. По инициативе нашего с вами главы региона Рашида Борисбевича было очень много принято мер поддержки как семей, так и непосредственно военнослужащих. Обсуждали вопросы по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, представителей исполнительной власти и законодательной. Активную работу в этом направлении ведет региональный всероссийский штаб, общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии. Я даже не думаю, я знаю то, что у нас в республике абсолютно все семьи не только мобилизованных, но и в целом военнослужащих нашей республики находятся под социальной опекой в каждом районе по поручению главы республики. Бытовыми вопросами, психологическая поддержка, юридические консультации – все это общий объем работы, который на сегодняшний день в полной мере помогает семьям в сложившейся ситуации. Большую работу проводят в повышении престижа службы в армии и в молодежной среде. Дети привлекаются в военно-патриотические организации. Об этом подробно рассказала министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Работа не останавливается. У нас совместный дальнейший план по устранению дефицитов, которые мы обнаружили в образовательных организациях. И эту работу будем проводить в том числе совместно с парламентом, с нашим сенатором, который готов оказать посильную помощь. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия.